Пещера Ленинградской области Пещеры находятся в скальном массиве Сокон-Линна-Вуори, что в переводе с финского языка означает «гора, крепость Сока». И действительно, своей формой этот природный массив напоминал крепость и использовался местными жителями как убежище. Во время русско-шведских войн окрестное население пряталось в пещерах этой природной твердыни. И финские ученые XIX века записали многочисленные легенды об этих событиях. Говорят, что если в воскресенье посетить крепость Сокола, то можно увидеть привидения в белых одеждах с распостертыми руками. В крепости Сокола имеется две группы пещер разного происхождения. Первая группа представляет собой тектонические пещеры. Таких пещер порядка четырех. Они разной длины, от 6 до 32 метров. Одна из наиболее крупных пещер называется «Крестово-церковная» в переводе с финского языка. И действительно, она по форме напоминает крест. И согласно местным преданиям, в ней могло разместиться до 100 человек. Вполне возможно, что эта пещера использовалась как временное часовня во время опасности. Пещеры в трещинах имеют множество выходов, колодцы, окна и дополнительные выходы наверху массива. Вторая группа пещер представляет собой пещеры такой сферической, овоидной формы. Они называются маслобойки Хейси в переводе с финского языка. Хейси – это такие персонажи финского фольклора, лесные духи. Есть две версии происхождения пещеры. Согласно первой версии, это природные пещеры, которые образовались во время таяния ледника порядка 10 тысяч лет назад. Воды, которые текли с ледника вместе с песком, камнями и пульпой, выбивали за много лет эту сферическую полость. А вторая версия – то, что пещеры искусственного происхождения, они были выполнены методом выжигания. Внутри разжигался костер, на стены лилась вода, и за счет этого стены откалывались, и получалась полость. При посещении пещер нужно иметь с собой фонарик. Комплект одежды должен быть спортивный или туристический. И когда вы будете лазить по скалам, то будьте осторожны, не подходите к краю, так как после дождя гранит очень скользкий. И мне остается только пожелать вам приятного путешествия.